В марте 2022 года социальная сеть Instagram была признана экстремистской на территории России и была запрещена вместе со всеми продуктами материнской компании Meta. Теперь его можно использовать только с помощью VPN. Но я, честно говоря, маленько подзадолбался постоянно заходить ради того, чтобы выложить фотографию, которая максимум наберет 10 лайков. Поэтому нам необходима одечественная альтернатива. И я ее нашел. Социальная сеть Now, разработанная, как я понял, всего одним человеком, Дмитрием Марининым. В чем же прелесть такого импортозамещения? Сможет ли она перерасти в нечто большее? Об этом сегодня и поговорим в кадре. И за кадром вещает Эхин. Заваривайте чай, мы начинаем. Первое, с чем встречается пользователь при первом включении, это интерфейс и его дизайн. Практически он ничем не отличается от своего американского прообраза. Но это ни капли не напрягает, а наоборот, очень приятно. Все предельно просто, поэтому любой человек сможет разобраться в устройстве приложения. Внизу находятся кнопки основной ленты, ленты рекомендаций, добавление фото или видео, список уведомлений и сам профиль пользователя. А сверху в основной ленте располагаются сообщения и сторисы, которые здесь называются моментами. Создать момент очень просто. Один взмах право, и вы можете снять свой момент сразу через камеру приложения, либо добавить свое фото или видео, либо создать момент с нуля. Можно добавить текст, активные кнопки, такие как хэштег, упоминание и ссылка. Думаю, вы понимаете, какая за что отвечает. Чтобы создать пост, нужно нажать на кнопку посередине, теперь выбрать изображение, одно или несколько, затем прописать описание. Кстати, как и в моментах, можно добавить активную кнопку, прямо на само изображение. А после публикации можете нажать на кнопку продвижения. Если вы хотите не только создавать контент, но и наблюдать за работами других авторов, нужно всего лишь перейти на соседнюю ленту с рекомендациями. У системы есть свой некий алгоритм понимания ваших интересов, поэтому после нескольких лайкнутых постов, в рекомендации будут поступать новые, со схожей тематикой. О вкладке уведомлений, думаю, говорить не имеет смысла, поэтому переходим к профилю. В профиле вы можете настроить свой аватар, описание аккаунта и добавить ссылки на ваши ресурсы. Кстати, недавнее обновление позволило с одного устройства регистрировать сразу несколько аккаунтов, что для меня, как для автора с разносторонним контентом, очень важно. Сообщество соцсетей меня порадовало, нет по сути никакого хейта, а только положительная реакция. Возможно это потому, что пока народу мало относительно других соцсетей. С некоторыми людьми я даже нашел общий интерес и построились некие дружественные отношения. Но учитывайте, даже здесь есть жулики. С двумя из них я уже столкнулся, но разумеется, просто их игнорировал. Вскоре они были забанены. Думаю, тут много нового не расскажешь, просто хороший контент в ленте рекомендаций, который будет подстраиваться под тебя со временем. Лично у меня не было необходимости писать в техподдержку, поскольку проблем у меня не было. Приятно, конечно, было, когда я написал отзыв в Play Market по поводу нескольких аккаунтов на новом устройстве, что в итоге было сделано. Но, скорее всего, помимо меня были и другие люди с тем же пожеланием. По итогу я могло только похвалить разработчика за проделанную работу. Социальная сеть получилась прекрасная. Приятный и простой интерфейс, насыщенный функционал, прекрасная комьюнити и контент. Моя личная оценка 9,5 из 10. Ведь нет предела совершенству, и мы дальше будем наблюдать за усовершенствованием приложения и добавлением новых функций. Правда, я не знаю, что еще можно добавить. Все для полноценного введения блога имеется. И это прекрасно. Если вы досмотрели ролик до этого момента, пишите в комментариях число 1558. Ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал, на мои профили в НАУ, группу ВКонтакте и канал в Телеграме. Благодарю вас всех за просмотр. Пока. Первое, с чем встречается... Сразу несколько аккаунтов создавать... С одного устройства... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok